Ну вот, друзья, привезли в Паттаевку, вот к нам это чудо техники, новые дровишки от Хонды, блин, ну типа форза в другом обвесе, а мордики другие как, типа шоу-ва, да, ну их не шани. Шоу-ва, ёшика, но он не продается, очень много раскручивали, рекламировали, но можно даже заказать его уже, но когда отдадутся, никто не может сказать, может быть 4 месяца, может быть 6 ждать. Я хотел поехать на моторшоу, там заказать, там разыгрывали вчера 100 мест в очереди, я думаю, кто в первый день пришел, там в первые 2 часа, им давали место в очереди, а когда, когда выдадут, тоже неизвестно, может быть через месяц. А что вот прям прийти и купить, такого нет вообще. Только, может быть, знакомые директора магазина могут купить, а то не в Паттайе, а в Бангкоке. Довольно прикольный мотик, вот смотрите, он полностью сделан в стиле, как и ADV-150. Кстати, уже новая модель появилась, ADV-160. Вот полностью в стиле в этом, мне нравится, мне очень нравится этот стиль. Ну, конечно, это не то, что Yamaha, да, Yamaha все равно красивее. Но вот этот хондовский дизайнер, он молодец. Он нормальный чел, уже не то, что Forza, вот PCX рисует просто какое-то уродство. Хотя вот даже PCX, он в своем роде, к нему привыкнуть можно. Вот он сбоку даже смотрится ничего, да, если в цвете, в правильном. Но морда совсем никакая, вот эта вот китайщина, я не знаю, тайщина, жуть какая-то. Вот так же рисуют эти Mitsubishi L200, тоже такой. Был прошлый, а вот новый уже в стиле Жука, дизайнер Жука, который делал, он более-менее ничего еще. Но здесь тоже, смотрите, есть спорные решения. Вот, например, вот эти вот штучки. О, они не дрыгаются. Но все равно они лишние, видите, их сделали просто, чтобы они обламывались. Если бы здесь поворот был бы, насколько надежнее был бы. Они, кстати, горят, это габариты, насколько я понял. Но стеклышко можно поднимать, опускать. Хорошо. Это хорошо. Ну, я пока не понял, не понял, как его. Надо двумя руками, короче. Электрическая, как на Форзе. Фигня, лучше так. У меня вообще не было ситуации, когда надо его поднять, опустить, потому что оно вообще неправильное на Форзе. Здесь все кишочки видно зачем-то. Вообще жесть. Типа, как этот, турер, да? Турендурер. О, унитазик, как на Форзе, классный. А он снаружи выглядит таким маленьким каким-то. А внутри места вполне. Сколько здесь? 48-3 литров. Нормалек. Блин, задняя пружина сделана так же фигово все-таки. Будет лететь. Но эти вот яйца, они хотя бы частично пружины защищат. Вряд ли от них будет, от них есть толк. Какая-то плаванность хода или наоборот жесткость. Они накачиваются? Нет. Это не пневмо, это масляное. Вот, это стрит-эдишн, она стоит около 200 бат. 200 тысяч бат. Вот, она отличается наклейками. И что? Баночка стоит ежи. Потому что она довольно большая баночка. То есть, звук хотя бы будет не хуже оригинала. Но маленькие сейчас банки ставят, не тот звук уже. Вот раньше даже клик звучал. А сейчас они так попёрдывают. Площадки для ног. Ну, блин, ну вот. Детские. Я даже не знаю под какой размер. Даже не знаю, какой размер ноги это. Бак где-то здесь вообще. Что это такое вообще? Я не понимаю Золочено Надо ключ, чтобы открыть Вот они, смотрите, молодцы Сделали крыло Длинное Нормальное крыло человеческое Оно закрывает мотор Радиатор закрывает Вот это класс Вот только из-за этого я бы купил бы Но впрочем, на Форде На последней тоже так было Слушайте, ваша решила Какая клевая У меня на MSX такая стояла Хорошие амортизаторы Лучше штатных хондовских Но вот это, правда Хрупкие вещи Они не должны отлетать, по идее А вот это перу Оно в сборе только продается Наверняка и За просто космические деньги Наверное Даже боюсь себе представить Сколько Может быть даже не просто в сборе А в паре Надо их покупать Так даже может оказаться Диски красивые Красивее, чем на обычной Форде Большое спасибо Что не сделали спицы Кстати, я вот хочу сказать Большое спасибо Что не сделали спицы Как на ADV750 Резина Мицеллер Внедорожная Блять Пластик Ебаный Пластик Ни хрена Они не будут нормально Держать в городе Для грязи хорошо Плохо Протыкаются И долго Долго Наверное Носятся Хотя нет Как они долго Носятся Если вот эти вот Уже дырки Уже проедут На 15% За счет этих Протекторов Я бы сразу Шоссейку поставил Не, ну как сразу Выездил бы Эти Она столько Не проедет Выездить Они двадцатку Пройдут Если Конечно Не газовать Как ты С такой Как у тебя Солидной массой Конечно Можно за десятку Их Сгрызть Но Нормальному рядовому Пользователю Они Тысяч на двадцать Хватит их А это уже Мопед Через двадцать тысяч Превращается В дрова Блин Ну красивый Мотик Я бы даже купил Вот сколько Он двести стоит Ну хрен с ним Хрен с ним Купил бы Блин Не купишь его Ну в общем-то Четенько Ну вот смотрите Вот это вот Это же просто Листовая Листовая сталь Обычная Черная Самая дешевая Даже не конструкционная Я не знаю Там сталь 45 Из которой Табуретки делают Блин Как на блендере Выключатель Опять Но сделаны пульты Мне больше нравится Вот смотрите Пуск Пуск Нормально Большим пальцем Делается А не как у меня На Ребели Выключалкой То есть Вот так вот Заводить Очень Ну как бы Ну весь Сразу обламываешься Ну что это Надо вот так вот Задирать палец Чтобы просто Завести А здесь Чика Все завел Зашибись Могли бы ее Сделать Кстати побольше Защита ручек Стоит Это кстати Не защита рук Как некоторые Называют Неправильно А защита ручек Именно Руки Руки Заживут А вот Ручки Стоят денег Мопед Надо беречь Блин Вот это вот Стрекозиной Хвост Зачем здесь Этот хвост Ёка Макарек Его будут Все снимать Потом Это будет Все на спину Лететь Это мне Напомнило Какой-то Хондовский Мопед Тоже был Промежуточный Между Форзой 250 И Форзой 300 В Японии Как же он назывался Впрочем Они возвращаются К истокам Немножко Молодцы Это был Хороший стиль Они могли Еще в 12 Году Сделать Вот такой Мопед У них Этот дизайн Был Все технологии Были И даже По-моему Без этих Глупостей Без этого Хлоста Который Ну На внедорожном Байке Ну Типа В внедорожном Адвенчур Приключенческом Делать Вот эти Штучки Зачем Вот здесь Сделайте Повороты Все таки Вот они На косожопили Немножко Ну Видно Им очень хочется Продать Нам Вот эти Хреновенькие Которые Отламываются При малейшем Неверном Движении Тряпка Тряпка Даже Смотрите Она как-то Благороднее Чем на Форзе Слушайте Она как-то Даже чуть-чуть Может быть На одну тысячу Миллиметра Толще Это прямо Можно сравнить С Ямахой Даже Прям Ямаховская Такая Шкура Германтина Блин моргушку смотрите они моргушку не ставили ставить спереди а поставили сверху вот что-то не понял взгромоздиться на него немножко немножко сложно потому что опять сделали высоковато как и на форзе слушать а что это за зеркало это же зеркала блин от пи секса блин какое убожество вот это позорище вот это вот вот это опозорились вот здесь цена 199 500 urban urban racer называется блин вот самая лучшая форза была 250 и японская старая вот что вам скажу все последующие уже хуже блин ну как я вот смотрите торможу и начинаю мигать там чел какой-то вместо того чтобы тормозить буду брошу то рычаг тормоза и будут моргать там кому-то она да а обычно это одновременно надо делать глядь на тормоз и аварийку ну хотя бы аварийку вот сюда сделали тракшн убрали с курка вообще тракшн кто его будет выключать он здесь вообще бесполезен на 200 сколько здесь 300 кубиках 30 момента тракшн зачем я не знаю в какой-то жиже только а в меня было вообще один раз когда буксанул мотик в камбодже я на максимальном выверте руля на очень скользкая на очень скользкой дороге вам какой-то плесенью было покрыто сине-зелеными возрастами газа ну и меня занесло но это вообще не страшно с такой мощностью из такой с такой жопой тяжелый как здесь всегда успеваешь поймать его низкий центр тяжести ну джойстик да ну тут как и к папу приятнее чем на форзе хотя курок что убрали вот сюда я вообще это вообще не одобряю зачем вот здесь сто раз удобнее вот очень удобно что здесь руль на нормальные можно поставить камеру или что-то смартфон смартфон сюда это большой плюс что здесь труба труба открытая закрывать трубу это вообще преступление были на все видно насквозь каких-то старых мотоциклах так было блин вот так вот ехать с торчащими ногами в сторону ну ёптель-моптель там же ничего нету он смотрите ночью ничего там нету пустое место вы смотрите на виды же пустое место вот на форте еще там было непонятно а может быть там что-то нужное может быть они сэкономили что-то нет ребята они ничего не сэкономили то что они сделали вот такие маленькие площадки для ног это просто тупость это не экономия ничего они просто сделали у них мозгов нифига нету блин но все равно клёвый мотик альтернативы нету проводок торчит вот этот вот сопливенький смотрите ну как так так и вы не убрали правда она и без него будет ехать ну ёк макарёк ну и вообще смотрите вот этот ёшик он завода стоит да но он стоит на хомуте это просто смешно то есть этот банка она стандартная не сделана для именно этого мопеда универсальная близ на алиэкспресс блять можно купить за 100 баксов что-то такое а если дефа дефа дефибриллятор или как его дебафлер вытащить то наверное все равно штрафуют гаишникам пофигу скажут он шум и все что-то там сделал с ним бурдачок бурдачок тесный какой тесный бурдачок что там ключи классно но они не работают потому что у него отключена батарейка на всякий случай чтобы я не сбежал на нем были на смотрите здесь подруль такие рога сделаны очень странное решение но ничего нормально дорого и я даже не знаю но их видно все таки а вот они специально сделали чтобы на эти рога любовались да я понял и на перышки шоу а я понял зачем они сделали это дупло здесь чтобы можно было наслаждаться видом вилки а в то же время полностью открытие не захотели потому что здесь бардачки и всякое хероброди ну в общем то понятно но все равно как видите просто альтернатива нету если он продавался я бы взял прямо сейчас знаете при всех своих странностях это возможно лучший мопед в классе да да лучший лучший мопед в классе зеркала сразу на помойку позорище блин а где купишь нормальные на али сали заказать на алиэкспресс за 5 долларов будут как они так делают что это такое ладно может быть поеду завтра в бангкок может там удастся найти но вряд ли скорее всего опять не буду не буду покупать на за 900 купил вы такие дровишки хорошие дровишки для города да то все таки мотоцикл он топит многое газохолы дорогущего насчет сатан масса от слина и моча уже под 40 проект практически 40 бат стоит если на рубли перевести это космос космос и но это хотя бы трешечку до четверочку в два раза меньше хавает в два раза меньше стоит шины чем на мотоцикл он не греется так не тарахтит но вот правда седло высоковато приходится на цирлах пробки осеменить а вот поэтому может быть куплю купить маленькие лучше для города для пробок может быть маленькие лучше он надо вышечку 160 или клик 160 и выходит а он кстати клик какой-то но это вряд ли 160 и там на 160 там там огромная надпись стоит а 160 как и сделали по просьбам трудящихся как в индонезии а то в индонезии быстрые мотики красивые дешевые в таиланде барахло кстати р-макс р-макс индонезийской модели и разрабатывали выпускают в индонезии он красивый да и быстро а у нас делают пи секс он уродливый медленный но все-таки на нем объехать то приятнее я бы все-таки honda взял несмотря на ее уродство и здесь алюминиевая как на трех как на на 300 форзе алюминиевый багажник а то они на на 350 и поставили пластиковые ее надо сразу выкидывать да туринг эдишно вообще бессмысленно за эти бабки за 15 можно ящик взять да и ёшик этот можно поставить с алика намного дешевле и больше может быть даже можно подобрать больше банку по размеру будет пердеть солиднее блин что ж такое не делают полгода ждать как так вообще кошмар блин опять я без скутера